Здравствуйте, с вами Саргас. Сегодня второй день весны и я поздравляю вас всех с ее долгожданным наступлением. А то, что за окном метель, это мелкие детали. Начнем, пожалуй. Когда я только вступал на путь магии, я был очень независимым, называл себя серым магом и, чего уж греха таить, больше склонялся к тьме. Мне казалось, что независимость это благо, это свобода. И как я могу кому-то служить? Так я просуществовал, наверное, пару лет, пока после очереды событий не пришел к выводу, что я не то чтобы не самый крутой, что крутостью как-то даже и не пахнет. И на сторонних источниках энергии, вроде подпитки от деревьев и стихий, не будучи в них посвященным, особо не повоюешь. И я стал разбираться, что такое эгрегор и какой мне выбрать. На самом деле эгрегоров великое множество. В первую очередь эгрегор это идея. Грубо говоря, любая малая группа, объединенная общими интересами, является эгрегором. Самый простой пример – эгрегор семьи. Люди, объединенные кровными узами, возможно даже любовью, думают друг о друге, переживают, и их общая энергия и общие эмоции превращаются в совсем маленький, но эгрегор. Недаром говорят, дома и стены помогают. В семье то же самое. Вы подпитываетесь энергией, не как вампира, а как член эгрегора. Но это нельзя назвать магическим эгрегором, и энергии из него много не выжмешь. Также корпоративные эгрегоры. Думаю, вы обращали внимание, что любая маломальски приличная фирма старается создать неповторимый стиль. Выбрать корпоративный цвет, лейбл, возможно девиз. Маркетологи, конечно, объясняют это по-другому, но на самом деле, возможно неосознанно, но люди стремятся укоренить свой эгрегор. Если рассматривать эти признаки, то вы можете наблюдать это от магазина бытовой техники до государства. Флаг, герб, гимн. Вы когда-нибудь стояли в помещении, где патриоты поют гимн своей стране? Все пропитано энергией. Это эгрегор страны. Но все это, опять же, не магические эгрегоры. Перейду, наконец, к ним. Для мага наиболее важны три эгрегора. Сам эгрегор магии, но это по умолчанию. Особых требований нет, только развиваться, проходить инициации и следовать небольшим правилам. Без него вы не маг. А теперь самое интересное. Эгрегоры света и тьмы. Многие считают, что они посередине, не относят себя ни к темным, ни к светлым, как и я когда-то. Но если вовремя они не одумываются, то хорошо получают по шее и от света, и от тьмы. Ибо человек не может жить посередине. В любом случае он взаимодействует с одним из эгрегоров. И, к примеру, накладывая порчу на соседа, он берет энергию у эгрегора тьмы, за что получает по шее от света. А молясь в храме, он берет энергию у света, за что получает по шее от тьмы. Это очень примитивный пример, но я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. Итак, вы должны выбрать, что вам ближе. Я являюсь светлым магом, но тем не менее не хочу проводить агитацию. Точнее, конечно, хочу, но не буду. Вы должны самостоятельно выбрать, что вам ближе, тьма или свет. Это не выбор платья. Мне больше нравится белое, ну или черное меня стройнит. Это принципиальный выбор души. Если вы жаждете работать с деструктивными энергиями, общаться с демонами, душами усопших и, простите за просторечие, гадить ближнему своему, добро пожаловать в тьму. Темным быть действительно проще. Хотя, конечно, последствия серьезнее. А если вы при всех своих недостатках стремитесь защитить сирых и убогих, помочь людям, сделать этот мир лучше, то вам нужно в свет. Сразу скажу, светлым быть сложнее. Постоянно необходимо соответствовать. Свет вообще требовательнее. Тьма хапает всех подряд, ее мотивы проще и понятнее. Власть, деньги, слава. Грубо говоря, все простые и понятные людские радости. Свет же гораздо менее понятен. Мне самому казалось нелепостью когда-то. Помогай людям, и будет тебе счастье. Какое мне дело до людей? Но, однако, оказалось есть. Поэтому, я повторюсь, это должен быть выбор души. Вы должны очень хорошо подумать, взвесить за и против. Обратиться внутрь себя и узнать, что вам ближе. И когда вы готовы сделать свой выбор, вы можете вступать в эгрегор. На просторах интернета есть множество ритуалов. Когда я вступал в эгрегор, я просто от чистого сердца обратился к свету и принес ему клятву верности, в которой я перечислил, кем я готов быть, что я готов делать и чего хочу взамен. Как и обещал, я не буду проводить агитацию, но темные все равно вряд ли смотрят мое видео, поэтому советовать по вступлению в тьму я ничего не буду. Итак, что дает вам эгрегор? Во-первых, энергию. Это для мага главный ресурс, без энергии маг ничто. Во-вторых, защиту. Эгрегор по мере своих сил оберегает вас от опасностей. Что-нибудь вроде подсознательного желания обойти темный двор, сделав крюк. Вообще, магу желательно прислушиваться к интуиции. В-третьих, эгрегор может исполнять некоторые желания. Это, конечно, не джин, но чем выше вы в эгрегоре, чем сильнее вы в него верите, чем больше энергии отдаете, тем больше получаете. Причем вещи не обязательно духовного плана. Магия желания, о которой я буду говорить в более поздних выпусках, тоже работает не на одном желании. И, кстати, чем ближе желание к желаниям самого эгрегора, тем быстрее и полнее вы получите желаемое. У меня, к примеру, всю жизнь одно основное желание – больше силы, что я успешно и получаю с каждой инициацией. Кроме этих двух эгрегоров, существует множество побочных или подэгрегоров. На самом деле, когда вы вступаете в свет или в тьму, вы практически не имеете отношения к тому свету и к той тьме, которую отделил творец. На низких уровнях вы находитесь в человеческих эгрегорах, которые созданы людьми. Они, правда, являются частью эгрегоров света и тьмы, но очень маленькой и ограниченной своими законами, зачастую более жесткими. К примеру, христианский эгрегор – часть эгрегора света. Православный эгрегор и католический эгрегоры – части христианского эгрегора. То есть, будучи просто крещенным, вы уже в эгрегоре света. Хотя, конечно, вас туда записали без вашего желания, и я, честно говоря, против подобных ритуалов. Человек должен вступать в эгрегор осознанно. Сейчас объясню почему. Есть такая неприятная особенность. Назовем ее «вход рубль, выход 100». Объясняю. Когда вы входите в эгрегор, вы получаете энергию. Постоянный канал к коронной чакре. Вся ваша энергетика и ваш организм начинают работать с энергией эгрегора. И вы постоянно отдаете и получаете. Грубо говоря, становитесь частью системы, и личной энергией уже мало пользуетесь, так как получаемая энергия в сотне, а то и тысячи раз больше вашей личной. И если вы по каким-то причинам выходите из эгрегора, то наступает крах. Вам никто не гадит, вас никто не трогает, но уйти из эгрегора – это все равно, что бросить жену, на которой записано все ваше имущество. Вы останетесь с голой задницей, простите за мой французский. У вас просто уберут канал, который был поставлен, и перестанут обмениваться с вами энергией. Казалось бы, ну что такого, жил я и без канала. Увы, разница есть. Ваш организм уже привык к большим объемам энергии, и той, что осталось, даже не хватает на поддержание нормальной жизнедеятельности. Часто даже поле просто исчезает. И тут несколько вариантов развития событий. Первое – вы умираете. Второе – если у вас есть сильный и щедрый друг, а лучший учитель, вы несколько месяцев живете на его личной энергии. Третье – вы переходите в эгрегор более высокого уровня. Я выходил из эгрегора и знаю, о чем говорю. К счастью, учитель меня спас и помог перейти на уровень выше. В заключении хочу сказать, что кроме света и тьмы есть множество магических эгрегоров, в которых вы можете состоять, помимо основных. К примеру, эгрегоры стихий, которые могут использовать тьма и свет. Эгрегоры древних языческих богов, которые в большинстве своем были дуальны. И эгрегоры многих религий. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. До встречи.